Здесь спаивают наших детей! С такими лозунгами на борьбу с незаконной продажей алкоголя активисты молодой гвардии вышли на перекресток улицы Революционной и Московского шоссе. Поводом для проведения пикета стали жалобы местных жителей на магазины, продающие алкоголь несовершеннолетним, а также после 10 вечера. По словам местных жителей, их спокойствию мешают пивные на первых этажах, особенно, когда продажа горячительного не укладывается в отведенное законом время. Вот в 7 утра, особенно летом, и до 10, и до 12 ночи, и мат, и все на свете. Поэтому надо показывать, что этого делать нельзя. Вместе с молодогвардейцами на борьбу с недобросовестными продавцами вышли и полицейские. В разрешенное для продажи время рейд ограничился проверкой лицензии и разъяснительной беседой. На этот раз нарушений не выявили. В день в полицию поступает около 30 жалоб граждан. Первоначально штраф. Если повторно его поймали, уголовная ответственность продавцу. Если мы фиксируем правонарушения в отношении юридического лица, мы в последующем направляем данную информацию в Министерство экономического развития с целью, чтобы отозвать лицензию. Штраф, к слову сказать, не маленький. Реализация алкоголя несовершеннолетним продавцу может стоить до 200 тысяч рублей, юридическому лицу до 500 тысяч. В случае повторных жалоб сюда вернутся уже с более детальной проверкой. Решедшие на пикет молодые люди за здоровый образ жизни подобные магазины советуют обходить стороной. Такие заведения ничего кроме шума и пьяных компаний под оконами не приносят. Стремление жителей добиться соблюдения законов поддержали члены общественного совета микрорайона. Содействовать гражданам и отстаивать их права на спокойную и комфортную жизнь – одна из основных их целей. Мы хотим заострить внимание и владельцев мини-павильонов, чтобы они провели определенную работу с продавцами, своими работниками, чтобы законы не нарушались. Алкоголь несовершеннолетним продавать ни в какое время нельзя. Молодогвардейцы, члены общественного совета и просто неравнодушные жители планируют и дальше следить за соблюдением алкогольных законов. О фактах продажи спиртного несовершеннолетним можно сообщать в полицию или общественный совет своего микрорайона. Дарья Трофимова, Артем Сулайманов, События.